здравствуйте уважаемые друзья здравствуйте сегодня у нас седьмой день я такая тема я открыла мессенджер и там женщина описала ситуацию которая произошла на мастер-шир где одна нахамила другой а другая ответила и в результате этого выгнали с проекта мастер-шир одну девочку выгнали я не хочу говорить о фамилии те кто не знает не смотрят мастер-шир какая разница вот я учитаю там женщина спрашивает вообще хамить вот хамство стоит применять жизни как общаться с хамом ты как общаешься сразу ответная реакция наступает что никогда люди хамят нет ситуации понять что вообще творится но психологи считают что надо разобраться как оказалось надо разобраться надо в себе найти но не нужно сразу отвечать есть три состояния в человеке это родитель взрослый человек и ребенок что как родители родителям присущая забота он должен у хама спросить а почему так себя ведете чем продиктовано ваше поведение да бывает так что и это иногда и человека осаждают мне кажется хам от таких вопросов еще больше разозлится это тоже своего рода остановка хама взрослый человек он начинает думать более трезво может спросить может даже извиниться извините что я вам навредил извините что я вам создал неудобства потому что хам же как бы цепляет даже в транспорте дай бог на ногу ты наступишь хамбу случайно там такая реакция будет у меня в море было на море было прямо в море море водой что ли водой и что нахамили тебе нахамили я случайно зацепил рукой зацепил и она начала хамить я ее не видел вот так взрослый человек перед хамом как бы сразу извиняется и тем самым тоже как бы ставить его на место и сразу прекращают закрывает рот хаму потому что когда извиняешься перед хамом когда человек начинает хамить этого принципе не воспитанные люди вы представляете чтобы ребенка вы воспитывали читали ему добрые сказки показывали хорошие фильмы о добре о чем-то хорошем такой ребенок вырасти когда читает хорошие книги он не может хамить он воспитанный человек а хамло понятно примерно понятно в какой среде он рос и примерно понятно какой семьи он рос у них и мама папа хамили друг другу и ребенок все это видел и слышал и мама хамила папе папа хамил маме и ребенка они под затыльники давали и этого человека перевоспитать практически невозможно он уже он уже созрел все он уже сформирован такого человека я это сразу понимаю и лично моя реакция если это мимолетное какое-то какой-то мимолетный человек который наступил на ногу например я могу уйти сразу то есть сразу отойти могу если же мне приходится с хамом например работать находиться в какой-то момент времени какое-то непродолжительное даже время месяц два или неделю то я думаю что хамы нужно поставить на место я ставлю хам на место я могу отхамить еще больше я часто говорила если вы видели мои видео что умею разговаривать на разных языках и на языке хамы тоже мы после другого другого языка они не понимают а воспитывать быть фазе взрослого человека быть в фазе в родители быть фазе ребенка я не собираюсь я не хочу я это могу применить эту фазу если понимаешь к нам дом приехал и родственник который был плохо воспитан и он там хамовиты такой стал да да я понимаю что возможно мне придется его попытаться перевоспитать или привить какие-то нормы поведения которые присущи в современном обществе культурном а так если мне с ними детей не красить как говорится хама я считаю можно поставить на место только от хамилу хорошо показать силу потому что мне кажется что хамовитые люди они прекрасно знаешь они хамы они прекрасно знаешь они дотягивают до уровня образования воспитания других людей и они таким образом самоутверждаются а зачем я так думаю да а за счет меня сам утверждаться не надо дам шелчок и все вот иногда я дерзю комментариях я вижу что человек конкретно вот мне хамит комментарии я уже говорила если есть настроение я отвечу если нет я пройду мимо так далее то есть уже было настроение я умею хамить не училась у меня ответная реакция очень быстро я не училась у моего папы такая была реакция попробуем слушать он сразу пошлет так сразу и человек уже знает вы никогда не замечали что хамят же не всем хамят обычно люди воспитанным культурным добрым хорошим таким людям обычно хамят таким людям хамят а хам тоже чувствует если он он интуитивно чувствует что ему сейчас так пошлют и он со своим черным ртом останется неизвестно где они тоже чувствуют они знают кому подходить а кому не подходить вот я могу взглядом похоронить даже если я чувствую чувствую сейчас мне начинают что-то я могу взглядом так ответить что мало не покажется а иногда я вижу что нет тут нет надобности применять даже мои силы какие-то внутренние мое настроение или мое время уделять хаму мне тогда все равно я иногда на проекте на было вот говорим я как ты реагируешь на то и на ту вот он же так и так сказал да мне все равно я его не вижу и не слышу пусть хоть карина назовет пусть хоть унитазом назовет я его не вижу и не слышу в упор это тоже своего рода реакция это тоже своего рода ответ когда ты очень сильно не замечаешь хамло а еще и где-то показывает что я тебя презираю взглядом движением вздохом это тоже своего рода ответы такой человек тоже для чего человек хамит чтобы тебя до тебя дошло это и ты оскорбился обиделся чтобы тебе было плохо а если показываешь да мне пофиг да мне все равно ты стена я тебя не вижу не слышу и не все равно то у него и надобности не хватает тебе хамить хамят же не всем хамят чтобы самоутвердить это сто процентов знаю вот поэтому у меня как-то с детства такое было у меня от зубов человек не успеет до конца дохамить у меня уже от зубов там я вот часто кстати практиковала и это останавливает людей я практиковала это часто на своих гостей клиентов у нас в основном гости в караоке были девяносто процентов хорошие люди но 10 процентов были такие женщины придут например вот я тебе рассказывал даже пришла две пары пришли две пары да одна женщина такая приятная такая хорошая она готова и карина и так видно было что она меня узнала а вторая зашла и она зашла с претензией она вот так вот так она зашла а та начала а я вижу что раз она так зашла а я уже сказала что у нас 200 грн депозит человека ей уже это не понравилось уже на лице у него было это все написано и ей это не понравилось чтобы ее как-то уже я понимал что ее надо успокоить или целый вечер я с ней буду возиться она будет мне слегка подхамывать вот выражать свои претензии не удовольствие а я не намерена знаете вот это все терпеть и я девушка а что с вашим настроением я задала этот вопрос очень ласково но хамло а потом поняла она она они поднимают тут тут не стоит показывать свое вот это не стоит она сразу поняла знаете что она сказала а что а что с моим настроением а что вы заметили мне кажется что у вас очень не какой-то немножко испорченое настроение вы гостя возведения мне хочется чтобы у вас все было хорошо вечер хорошо прошел может я что-то вам могу предложить такое чтобы подняло ваше настроение но знаете когда человек часто вешает с тобой но ты не можешь конкретно грубить получается зацепки зацепки нету подхамить понимаете но она там присела и другая девушка ой карина вы подойдете потом расскажите а как вы там на мастер-шеф она а тебе оно надо вот это тебе оно надо а я тоже сказала я куда вам оно надо вам оно не надо и она сразу тоже мой ответ хамбул с хамбул по разному можно говорить если он уже так не понимает обычно на этом этапе быстро понимают вот это съязвить подколоть поиздеваться хамовитые люди они неуверенные люди они вот эту издевку шутливую они не могут они во-первых шуток не понимают они юмора не понимают и когда начинаешь над ними вот так издеваться обязательно в шутливой форме что-то говорить они не могут они тупые хамы это тупые люди они не могут не тонкой юмору ловить не тебе в ответ ответить и они начинают ерзать и стараются от этого человека подальше и все она обо мне забыла и на следующий раз она приходила она уже была нормально уже вот это вот я не знаю я сразу я отвечаю сразу но если долго с ним вот коллективе бывают хамы тут надо сразу свою позицию показать играться с ними не стоит надо показать силу говорят же любая любая сила находит свою на любую силу найдется своя сила вот на любое хамство надо найти другой уровень хамства ответ на ответ ответ на хамство да и все и он успокоится потому что такие вопросы надо раз и навсегда решить я не согласна с психологами которые говорят надо остановиться фазу у родителя надо разобрать причины какие причины вообще представляете что воспитанный образованный вежливый человек который с детства воспитывали будет хамить вы вообще представляете себе такому быть не может человек который в редких случаях в семье хороший был микроклимат когда объясняли что такое хорошо что такое плохо когда давали книги читать какую-то литературу он увлекался слушал музыку но не может такой человек вырасти хамовитом это обычно воспитанные люди они могут быть робкими но они воспитаны а хамло это хамло все понятно кто там кто его папа кто мама кто был в детстве его дядей так далее так далее сразу все понятно и они детстве там избивали детей нормальных так далее так далее так далее разговор должен быть коротким я уверена разговор должен быть коротким я просто уже сколько раз я пробовала я же уже я на самом опыте это говорю а что психологи что психологи психологи тоже вежливые хорошие люди они так встречались с хамами в теории что угодно можно сказать а ты что скажешь больше места уже поздно так увлеченно слушал меня что даже не рассказывать рассказывать без остановки не останавливать столько хамство вспомнил за всю жизнь это можно пару часов у меня у сердца получается кстати вот араек тоже мне кстати может араек оказать он может не сразу ответить сразу и правильно делает потому что у него были ситуации очень близки со своими детьми знаете у него были стал рассказывать клубах или еще что-то взглядом начинает выпить начинает рыпаться хотя я знаешь с тобой согласен у меня как получается я терплю как бы хочу уладить потом они меня как доведут как я начну сразу доводить до конфликта может и сразу останавливаешь а так они тебя доводят я сам не можешь у меня нет терпения это терпеливый терпеливый человек терпеливые люди да они могут терпеть я не терпеливая хочу даже сразу как бы этот вопрос а что ты я терплю терплю хуже выходишь из себя тоже такой конфликт может получить там и когда я была на проекте мастер-шек у меня же там было 5 месяцев девочки работали со коллективом а я вот такая какая и с вами я сразу говорю что как не так и иногда я могу сказать а как это так второй раз говорю в третий раз говорю подожди давай сядем разберем причины почему ты третий раз не понял я плохо объясняю ты меня не слушала какие то есть причины которые ты не можешь эту информацию усвоить давай обсудим это все и они как-то может быть но они считали что я такая они вообще-то многие мои многие не все многие люди которые работают карина справедливая но строгая вот многие меня вот мои приезжают сейчас они там другого другие страны мамочка меня мамочка называет но я хочу сказать что когда я уехала начал с ними работать азат и в один момент мне звонит лейся если ты меня слышишь привет василина слышит карина вы когда приедете я не знаю когда выгоди тогда приеду она говорит ну хорошо чтобы быстрее приехали а я говорю а что такое ну мы думали с вами как-то так работать знаете тяжело но с азатом с сергеевичем еще хуже а он знаете как он же есть они не знают температурный режим например в камере или в чем-то он могут объяснять потом спрашивать как в школе а это же давно и такие моменты минусы какие-то выстрел показали мне показались минус сразу высказали минусы я сразу стала хорошей я не могу понять если он что-то вот а я потом очень всегда отвечаю за своих работников не дай бог моему работнику кто-то на хамит это это знали все кто-то один раз ленина хамил вы знаете дошла а он был на посадок таких хороших у нас работал в городе на атомной станции работал я не понял в чем дело я лену сразу к адвокату послала я послала лену к адвокату есть аудиозапись есть видеозапись все есть он с работы быстро полетит заявление написали и пока мы все это делали я пришел извинился как-то так моего работника моего работника оскорблять ни в коем случае они правы они были я их воспитала и взрастила они знали когда что отвечать как начать какой интонации и так далее а некоторые знаете любили прийти в сферу обслуживания и нахамишь ты меня как же на монахами монеты возьми что я завелась да завелась я слушаю сюда уже нет в принципе я хорошая я понимаю что вы не верите ой я не могу видите какой у меня коллега красивый это мне Лена подарила Моя работница Лена подарила Лена это сестра моего мужа Лена это сестра моего брата ладно пошла я если не верите напишите хамство я вам отвечу попробуйте нахамить меня по упражняемся я отвечу не на последнее время стараюсь нет потому что знаете почему если бы голосовое сообщение голосовым сообщением не могла комментарий ответить я бы ответила а так мне надо писать это все я а там не так вот это 9 не так выходит я не хочу все ладно вам повезло всего хорошего пока они у меня хорошие подписчики залетные бывают такие пока